О, монетка! Привет! Смотрите, кто у нас тут. Гетман Мазепа. Герой Украины, крупный меценат и борец за свободу своего народа. Еще один важный символ украинского государства. Не зря ж его портрет оказался на деньгах. Вот только символ — это не реальность. Живые люди никогда не похожи на бронзовых героев с железной волей и твердыми принципами. Иначе они бы не были живыми. И настоящий гетман Мазепа тоже был крайне специфичным персонажем. Например, его можно назвать профессиональным предателем. Он предал практически всех, кому подчинялся и кто помогал ему строить карьеру. Думаете, громко сказано? Ну вот вам интересный факт. Мазепа был всего вторым человеком в Российской империи, кто был награжден высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. И он же стал первым и единственным кавалером ордена Иуды. В России о Мазепе практически ничего не знают. Только то, что это был какой-то главный украинский казак, который предал Петра Первого. А еще про него что-то нехорошее Пушкин писал. Но и в Украине о гетмане тоже нет однозначного мнения. Его мажут либо черной, либо белой краской. Одни говорят, что он хотел только самого лучшего для своего народа, а другие, что из-за него шведы и русские сожгли пол Украины во время Северной войны. Очень метко по этому поводу еще сто лет назад выразился другой неоднозначный герой украинской истории — гетман Скоропадский. В Киеве, в Софиевском соборе Мазепу предают анафеме, а в Михайловском монастыре за него возносят молитвы. Короче, мужик был специфический. Прожил очень много лет по тем временам, очень долго и успешно боролся за власть, а когда уже достиг всего, чего мог, сделал фатальную для себя ошибку. Или не ошибку. Тут как посмотреть. Ну и в отличие от Бандеры, который получил свою специфическую популярность благодаря пропаганде с обеих сторон, Мазепа заработал свою репутацию самостоятельно. В общем, давайте сегодня проследим за жизненным путем Ивана Мазепы, а каждый из вас попробует самостоятельно решить, герой он или предатель. Ну что, начнем? Прежде всего, несколько важных дисклеймеров. Сегодня, глядя на текущие события, кажется, что все просто. Тут добро, там зло. Эти агрессоры, а те жертвы и защитники. А не все так однозначному мнению, здесь не место. Это, конечно, правда, но история была такой, какой она была. И она не может изменяться в угоду текущим геополитическим событиям. Человек, который пытался замахнуться на самостоятельность Украины в 18 веке, не может быть героем или предателем только потому, что один пляшивый КГБшник начал бессмысленную войну спустя 300 лет. Аналогично, если бы вдруг в 2012 году российские элиты нашли в себе смелость снять Путина, а Зеленский продолжил бы отплясывать на голубых огоньках вместе с Максимом Галкиным под песни «Океан Эльзы», то ответ на вопрос, кто такой Мазепа, никак не поменялся бы. Это я к тому, что нас смотрят по обе стороны границы. Многие из вас вообще не знают ничего о Мазепе сверхшкольного курса. Так что у меня к вам снова довольно важная и трудновыполнимая просьба. Прежде чем переходить к ролику, постарайтесь отложить от себя однозначные оценки прошлого, завязанные на вашей национальности и политических предпочтениях. Давайте попробуем отправиться в путешествие по жизни Гетмана с чистого листа. Второй дисклеймер. Если вы еще не посмотрели ролик про Бандеру, то посмотрите. По крайней мере, самое начало, где я объясняю концепцию наций. Что это и откуда появилось? Это прям важно, так как на перегибе 17 и 18 веков нации в современном понимании не существовало. Общая культура и язык были, но не было представления о том, что мы тут какой-то общий, единый и неделимый народ. Творческие интеллигенты, такие как Пушкин и Шевченко, еще не начали создавать тот концепт, который потом приведет к появлению современных наций. Так что во времена Мазепы для наших сегодняшних героев слова «Украина» и «Россия» имели несколько другое значение. Поэтому и мой рассказ будет не о противостоянии народов, а о конфликте элит и о том, как они видели свое будущее и будущее своей земли. И последнее. История Мазепы тесно связана с историей руины, страшнейшего времени, из которого Украина вышла разделенной надвое. Невозможно объективно оценить историю Мазепы, не зная ничего об этой эпохе. Сегодня я, конечно, тоже коснусь этой темы, но лишь постольку поскольку. А более подробно о руине я говорил в ролике про Хмельницкого. Тоже можете найти и глянуть. Лишним точно не будет. Над этим видео мы трудились несколько месяцев. Все это стоило мне огромного количества сил. От ресерча до финального монтажа. И знаете, что я вам скажу? Без нормального здорового сна сделать все это было бы гораздо сложнее. А сон за последний год у меня сильно пострадал. Мы теперь вынуждены продолжать жить и работать в обычном режиме, несмотря на постоянный стресс, регулярно преследующую тревожность, бессонницу и чувство разбитости по утрам. Крайне неприятная штука. Когда сил уже не оставалось от слова совсем, я начал искать, чем можно поддержать себя и свои расшатанные нервы. И решил протестировать на себе австрийский комплекс Sleep Deep. Комплекс для улучшения сна с натуральными компонентами. Это мощный и сбалансированный продукт с натуральным составом от бренда Notary Labs, которое облегчает засыпание и нормализует работу нервной системы. Важная деталь. Это неснотворное, которое выписывают по рецепту в клинических случаях бессонницы. Sleep Deep именно восстанавливает нарушенный сон за счет 4 компонентов. 5-HTP, который стимулирует естественную выработку гормона сна – мелатонина. Потом всем хорошо знакомый экстракт корня валерьяны, глицин и специальная форма магния без глицинат. Это самая эффективная форма, причем в рабочей полноценной дозировке. Самое главное ощущение – чувствовать себя выспавшимся с утра в отсутствии тревожности и напряжения. Продукт официально зарегистрирован и одобрен к продаже без рецепта. Если вы тоже испытываете проблемы со сном, не только из-за окружающей действительности, а еще и внутренней напряженности, рекомендую Sleep Deep. Брать выгоднее всего на сайте производителя VivaHerb. Только там вы найдете весь ассортимент Notary Labs и самые выгодные цены. А по промокоду ZAETS вы получите скидку 10% на любой продукт. Переходите по ссылке в описании и улучшайте качество своего сна. Так, с дисклеймерами закончили. Давайте теперь ближе к теме. Итак, Иван Мазепа родился в 1639 году в маленьком селе под Киевом. В Польше. Так, стоп. Как это под Киевом и в Польше? Короче, Гетьман, подожди. Давай, пока мы еще отмотаем время на 80 лет назад. Вот, теперь порядок. 1569 год. Старт всех потрясений, которые будут происходить на украинских землях следующие 200 лет. 1 июля заключается Люблинская уния между Польшей и Литвой. Два государства становятся одним. Идея объединения витала в воздухе уже давно. В конце концов, там уже были общие короли. Но до дела дошли только сейчас. Впрочем, назвать это братским союзом язык не повернется. По сути, польская шляхта выкрутила руки литовской знати и заставила принять свои требования шантажом. В перемешку с угрозами. Литва терпела поражение в Ливонской войне с Московским царством. Раньше, в подобных случаях, Польша всегда приходила на помощь. Что логично, учитывая общего короля. Но всегда за эту помощь что-нибудь хотела взамен. Вот и сейчас, прежде чем куда-то там идти, поляки решили, что это удачное время, чтобы продвинуть свой вариант долгожданного объединения. Литовцев такие приколы не устроили. И после долгих и нудных переговоров, они всей делегации покинули Сейм в Варшаве и уехали домой. И тогда произошел абсолютно беспрецедентный случай в мировой истории. Польский король в одностороннем порядке издал указ, где объявил, что пять областей Великого княжества Литовского, это больше не Литва, а Польша. Такой вот сюрприз. Это важный момент. Унии, которые заключались до этого, предполагали, что у этих государств только общий король. А вот все остальное раздельное. Таможенные границы, армии, деньги, суды, в общем все. И у короля не было никакого законного права произвольно менять эти правила. Единственными, кто выиграл от такого решения в Литве, стала мелкая знать. Ведь на них теперь распространялись права польской демократии. Но вот в остальном это был настоящий беспредел. У части высшей литовской знати даже возникла идея плюнуть на Польшу из-за такого предательства и задружиться с Москвой. Но у такого плана была одна маленькая проблемка. Иван Грозный. В Литве было слишком хорошо известно, как этот царь обходился со своими боярами. Не зря же они пачками бежали в Литву. В результате от этой идеи отказались и решили просить Польшу сжалиться и оставить им хоть что-то. Ну а слушать их никто не стал. Поляки отвечали, ну вы же сами уехали из Сейма. Ну а че теперь обижаетесь, что мы без вас вас присоединили? Короче, в результате этого типа братского союза образовалось новое государство. Речь Посполитая. Внутри которой территория автономной Литвы уменьшилась на две трети и стала равняться примерно современным границам Литвы и Беларуси. А вот территория Польши напротив выросла вдвое и стала включать в себе все украинские земли. Кстати, хотите прикол? Знаете, как поляки оправдали то, что Киев должен быть польским? А так, что всем же давно известно, что Киев это исторически польский город. Вы же помните, как первый король Польши Болеслав Храбрый его как-то завоевал в 11 веке? Ну вот. А все, кто были после него, это незаконные, нелегитимные узурпаторы. Короче, Киев наш. А еще поэтому киевские земли в новом делении Речи Посполитой официально входили в малопольскую провинцию. Ну а вместе с польской властью на эти земли пришла и католическая вера. Это тоже важно. Во времена, когда нация не существовала, религия была важнейшим инструментом самоопределения. Ты православный? Значит наш. И плевать, где живешь. Во многом поэтому границы между Великим княжеством Литовским и Московским царством были прозрачными. Литовская знать часто и весело переходила на сторону русского царства. Иногда даже со своими землями. А русские бояре то и дело радостно бежали в Литву. Получали там наделы и вообще прекрасно себя чувствовали. И никто из них не считал, что они так предают свой народ или свою страну. Потому что на страну и народ в целом было наплевать что одним, что другим. Такая вот система. Ну то есть как? Цари и короли могли до хрипоты орать, что это все всплошь предатели. Но между историческим пониманием предательства и современным термином типа государственной измены пропасть. Если сравнивать с современностью, то это больше похоже на банальный переезд. Любой человек может взять свой бизнес, кота, детей, сесть на самолет и улететь в другую страну. Если ему неуютно на родине. Силовики давят, судьи творят беспредел или просто экология не нравится. А может человек всегда мечтал жить у океана? Ну и флаг ему в руки. ВНЖ, ПМЖ, экзамены, а там и до нового паспорта недалеко. Вот примерно то же самое долгое время происходило между Москвой и Литвой. Но давайте вернемся в Речь Посполитую. Под предлогом объединения поляки решили эту православную лавочку прикрыть. На специальном соборе было объявлено, что церковные приходы Речи Посполитой больше не подчиняются Восточной Церкви и Константинопольскому Патриархату. А переходят под управление Папы Римского. Обряды мы, значит, вам так и быть сохраним. Молиться тоже будете как прежде. Но ваш начальник теперь сидит в Риме. Больше поляки обещали ничего не трогать. Но слово свое не сдержали. Ну точнее, одни люди мамой клялись ничего больше не менять. А им на смену приходили другие, которые ничего литовцам не обещали. Вот так понемногу и по чуть-чуть права униатов стали урезать. Впрочем, это тоже большая тема. Сейчас на этом подробно останавливаться не вижу смысла. Главное, что тут нужно запомнить, это то, что Малопольша с киевскими землями стала стремительно ополячиваться. Богатые традиции Киевской Руси заменялись не менее богатыми, но польскими. Административное деление переделывалось по польскому образцу. Была введена жесткая барщина с превращением крестьян в холопы. А западнорусские диалекты заменялись польским языком. Основным принципом для местной знати, которая хотела достичь успеха, стал такой. Хотите построить карьеру? Добро пожаловать в неаты или в католики. Ну, то есть технически у нас тут вроде как свобода вероисповедания. Но православие называется холопской верой, а все православные, соответственно, холопами. Так что ради успеха бывшим подданным Литвы нужно сперва отказаться от своей религии. Видя такое дело, в страну хлынули иезуиты. Это был профессиональный миссионерский орден с девизом типа «Больше католиков богу католиков». Распространять религию они пытались по-разному, но в основном действовали через образование. Зачем резать всех неверных, если можно просто построить школы, куда бесплатно брать детишек власть имущих. И уже следующее поколение воспитается в правильных традициях, вере и культуре. Надо сказать, принцип этот давал превосходные результаты. В том плане, что местная знать действительно на перегонки посылала сыновей в эти школы. Ну, а что ты будешь делать? Ведь каждый хочет своим детям лучшей жизни и карьеры. Однако на территории будущей Украины что-то пошло не так. Из католических академий выходили умные и образованные молодые люди, которые тут же лихо впрягались в борьбу за православие. К примеру, одним из выпускников там был герой другого нашего видео, Богдан Хмельницкий. Вот уж из кого точно не получилось доброго католика. Почему так происходило именно в украинских землях? Может, причина была в какой-то особо сильной вере и любви к традициям предков? Нет, причина была в поляках. При объединении Польши и Литвы кое-какие остатки независимости литовцам все-таки оставили. А главное, польские феодалы не имели права получать там земли. Сделано это было не от особой братской любви, а банально потому, что эти леса с болотами, в общем-то, нафиг никому не были нужны. Ведь польская шляхта получала куда более лакомый куш, огромные черноземные просторы Южной Украины. Но случилось это далеко не сразу. Долгое время богатейшее дикое поле стояло нераспаханное по одной простой причине. Бесконечные татарские набеги. Ни один здравомыслящий человек не собирался переезжать туда, где на твой хутор каждую секунду могли напасть. Но это здравомыслящие люди. Казаки к таким не относились. Авантюристы, беглые холопы и просто слишком свободолюбивые люди бежали на окраины, где не было никаких законов. Там они сбивались в ватаги. Эти ватаги постепенно становились крупными отрядами и начинали наводить шороху. В конце концов, многовековые грабители татары внезапно обнаружили, что сами стали жертвой. Казацкие ватаги стали вторгаться в Крым и даже плавать по Черному морю. Татары жаловались польско-литовскому королю, ведь формально казаки были его подданными. Король с пониманием выслушивал жалобы, но при этом за спиной прятал кукиш. Он отлично понимал, что держать армию на границах для защиты от татарских набегов дорого и накладно, а казаки денег не просят, но функцию выполняют ту же самую. Однако, в конце концов, слишком большая успешность казаков стала причиной их падения. Когда угроза татарского нашествия спала и на землях Украины стали отстраиваться города и села, внезапно оказалось, что отдавать это богатство безродным казакам никто не собирается. Мавр сделал свое дело, а Мавр может уходить. В общем, на украинские земли хлынул поток польской шляхты. А раз есть земля, то должны быть и крестьяне. Их решили создать самым простым способом переделать местных казаков в холопов. В общем, свободолюбивая часть общества потянулась дальше в степь и превратилась в запорожское казачество, а на освободившихся землях выцарилась польская власть. Точнее, пыталась выцариться. По сути, они стали использовать старый римский принцип «разделяй и властвуй». Часть казацкой верхушки записали в официальное реестровое казачество, а остальных поставили вне закона. Так, одна часть казаков должна была держать в узде оставшихся. Ну и на запорожскую сечь поляки тоже смотрели сквозь пальцы. Угроза от татар все еще сохранялась. Поэтому такая вот бесплатная защита на границе была совсем не лишней. Но тут была одна ключевая ошибка. Несмотря на как бы привилегии, которыми поляки наградили реестровых казаков, принимать их за своих никто не собирался. Казацкие старшине регулярно давали понять, что они тут люди второго сорта. Но и в качестве ответной реакции у казаков не было никакого резона отказываться от православия. Закономерным итогом этого всего стали бесконечные казацкие бунты, когда реестровые казаки вместо того, чтобы приглядывать за запорожскими, объединялись с ними и шли громить польскую шляхту. Самым успешным таким восстанием стало выступление Хмельницкого. Еще раз напоминаю, что у нас есть отдельный ролик об этом человеке. Сейчас только вкратце скажу, что результатом бунта стало появление нового государственного образования – гетьманщины. Но полностью самостоятельной у нее стать не получилось. Зажатой между Речью Посполитой, Русским Царством и Крымскими Татарами, гетьманщине не хватало сил, чтобы справиться со всеми соседями. Потому каждый новый гетьман пытался лавировать между этими странами. Хмельницкий подписал с Русским Царством Переяславскую Раду и признал власть Москвы над гетьманщиной. Но тут есть нюансы, о котором стоит обязательно сказать. А точнее, нужно поспорить с идиотами или пропагандистами из двух лагерей. Во-первых, это не было полноценным вхождением гетьманщины в состав Русского Царства. Ни о каком воссоединении братских народов речи не шло. Хотя бы потому, что никто понятиями типа «народ» в те времена не думал. И хотя казаки принесли присягу на верность русскому царю, гетьманщина получила очень широкую автономию, местное самоуправление и даже право самостоятельно вести международные переговоры. Ну а дальше начался полный раздрай. Во-первых, русско-польско-шведская война, где Москва вместе с Польшей в какой-то момент боролась против шведов, а формально подчиненные Москве казаки воевали против Польши в союзе со шведами. Во-вторых, умер Хмельницкий. И следующий гетьман Иван Выговский попытался вернуть гетьманщину обратно под польское покровительство. Но безуспешно. С тех пор Украина разделилась на части. Каждый местный полковник или атаман тянул одеяло в свою сторону. Союзы создавались и разрушались. Одни выступали за Москву, вторые за Польшу, а третьи вообще за турецкого султана. А страдали от этого всего в основном рядовые жители Украины, по землях которых то и дело перекатывались армии. Все. Предыстория закончена. Вот в таких мутных и вечно меняющихся условиях подрастал молодой Иван Степанович Мазепа. Его предки занимали не очень высокое, но достойное положение среди правобережной казацкой верхушки. Отец был сподвижником Хмельницкого. Образование Мазепа получил очень хорошее по тем временам. Сначала в Киеве, потом в Варшаве, а заканчивал учебу в Германии и Франции. И по некоторым сведениям бывал даже в Голландии. Мазепа знал и свободно говорил на украинском, русском, польском, немецком, итальянском, на латыни и, вероятно, на татарском. Легко по памяти цитировал Горацией и Овидия, а своим любимым произведением считал государя Макеавелли, средневековое пособие по реалполитик. Тем временем его отец активно участвовал в политической борьбе среди казаков. Он сделал ставку на Выговского, а когда понял, что ничего хорошего из этого не получается, то удалился от дел. А Ивана отослал в Варшаву, королевскому двору, в надежде, что это убережет его от опасностей руины. В Варшаве Мазепу приняли нормально и дали титул покоевого, то есть человека, который входил в число дворян, близких к королю. В те времена польская корона заигрывала с казацкой верхушкой, поэтому немало казачьих отпрысков находились при дворе. По словам самого Мазепы, отец хотел, чтобы его сын обучался обхождению с людьми возле королевской особы, а не где-нибудь в корчмах. При дворе короля Яна Казимира молодой, красивый и образованный Иван не мог не выделяться, но вряд ли его выделял сам король. Ян Казимир получил корону от брата и до этого не собирался править. Он вообще-то строил вполне успешную карьеру священника, входил в орден иезуитов и даже получил высокий сан кардинала. Только внезапная смерть наследника короля заставила его снять рясу. Короче, убежденный и ревностный католик, скорее всего, не любил православного казака. Но вот жена короля – совсем другое дело. Это не значит, что Мазепа был ее фаворитом или любовником, но образованный, умный, способный поддержать беседу молодой придворный, помогал приятно проводить время. Так что это, дорогой супруг, будьте ласковы, дайте что-нибудь этому мальчику. Но если Мазепа и не покушался на постель королевы, это не значит, что он принял целибат. К этому же времени относятся многочисленные слухи о его любовных похождениях. И хотя кажется вполне логичным, что молодой человек в его возрасте будет немало увлекаться женщинами, точного списка его любовниц у нас нет. Скорее даже наоборот. Есть одна легенда о любовнице, которой точно не было. Они писали Байрон и Пушкин. Многими эта связь воспринималась как факт, а значит и мне придется про нее рассказать. По легенде, один польский пан обнаружил, что его жена изменяет ему с Мазепой. Тогда он устроил засаду, схватил незадачливого любовника, раздел, привязал к лошади и в таком виде пустил по городу. Это было прям крайним унижением и поэтому Мазепу с позором отправили с королевского двора во Францию. Вся эта история явная ложь и абсолютно не соотносится с теми датами и документами, которые у нас есть. А ноги растут вот откуда. Впервые эту байку рассказал известный мемуарист Ян Пасек. И сделал он это уже в то время, когда имя Мазепы гремело по обе стороны Днепра. Причиной, которая побудила Пасека ее сочинить, стала личная ненависть к Мазепе, о чем он сам спокойно признается в мемуарах. Зародилась эта ненависть тоже по понятным причинам. Как-то в 1661 году Мазепа совершенно случайно встретил на тракте между городами Яна Пасека. И каким-то образом догадался, что Ян тайный посланник Литовской конфедерации, который ехал обсудить очередной заговор. Это было обычным делом. В Литве местная знать регулярно бунтовала. Мазепа донес на Пасека, однако тот сумел отбрехаться перед Сеймом. Но злобу на наглого казака затаил. Через год произошел еще один эпизод. О нем мы тоже знаем из мемуаров Пасека. Но этот, в отличие от истории с конем и любовницей, кажется вполне достоверным. Во-первых, потому что согласуется с датами. А во-вторых, потому что раскрывает самого Пасека не с самой лучшей стороны. Люди обычно про себя плохие вещи в мемуарах не пишут. А если и пишут, то уж точно не для того, чтобы себя оговорить. Короче, как-то в приемной перед королевскими покоями между ними разгорелась ссора. Пасек пришел к королю. И когда увидел там Мазепу, то решил высказать ему все, что о нем думает. Будучи при этом изрядно навеселе. После нескольких оскорблений в стиле «сан дурак» Пасек двинул Мазепе по лицу. Тот схватился за саблю, но к нему бросились другие придворные с криками «Ты что, с ума сошел? Здесь же король!» Технически король в этот момент находился за дверью и не мог этой ссоры ни видеть, ни слышать. Но это все равно было серьезным нарушением этикета. И ни один из свидетелей не стал на сторону Мазепы. Причину этого Пасек назвал так, потому что Мазепа был немного плут и к тому же казак. А теперь давайте еще раз. Сначала Мазепа обнаружил изменника и предателя, который хоть и сумел оправдаться, но вообще-то в соответствии с его же мемуарами был виновен. Потом этот изменник приходит к королю Бухим, бьет честного служащего Мазепу по лицу и все поддерживают этого алканавта и предателя. Не потому что он прав, а потому что Мазепа казак. И для польской шляхты он всегда будет чужим. Ну а что же касается истории с конем и внеплановой обнаженкой, то по мемуарам Пасека она получилась сразу после этого эпизода с пьяной дракой. Но это не может быть правдой, потому что это в момент, когда в январе 63-го король посылает Мазепу с важным поручением к гетьману правобережной Украины, Павлу Тетере. Но если бы Мазепу опозорили и тем более выслали во Францию, то король никак бы не смог доверить ему такую миссию. А так Мазепа пусть и не свой, но зато выступает за короля. И вообще, он казак и там казаки. Лучшего кандидата на роль посла не найти. С поручением Иван справился успешно и уже через два месяца Ян Казимир отправил его в гетьманщину с новым заданием. Передать Тетере гетьманские символы власти. Казаки, правда, такого немного охренели. Письма пересылать это окей, но символы власти это как-то очень важно и почетно. Гетьман может быть не ровня королю, но вообще-то тоже знатный чел. Раньше символы привозили уважаемые сенаторы из Сейма. А теперь какой-то ноунейм и мальчик на побегушках? Они там свои в Варшаве совсем охренели, что ли? В общем, Мазепа, не нужен ты ни одним, ни другим. Тебя одинаково считают чужим, что при польском дворе, что среди родных казаков. Видимо, тогда до него дошло, что помогать ему по жизни никто не будет. Если он хочет чего-то добиться, то все нужно делать самому. Тогда Мазепа первый раз решил поработать не на короля, а на самого себя. Момент он выбрал удачный. В 1663 году Ян Казимир вместе с Павлом Тетерей пошли в поход на Левобережную Украину, чтобы попытаться вернуть под польскую корону всю Гетьманщину. А если повезет, то и Смоленск. Конечно, король взял с собой своего верного слугу Мазепу. Поход, правда, не получился. Польско-казацкое войско обходило крупные города и продвигалось вперед с расчетом, что потом эти города сдадутся сами. Финалом этой кампании стало то, что армия уперлась в городок Глухов и застряла там на месяц. Осада проходила весело. Шляхта без конца бухала и выпендривалась друг перед другом. У нас сохранились воспоминания французского посланника, как пьяные паны катались на расстоянии пистолетного выстрела от города, демонстрируя смелость или глупость. В любом случае, поход вместо возвращения земель превратился в страшное поражение. А когда дым рассеялся, то оказалось, что Мазепа пропал. Историки выдвигают разные версии, когда он это сделал. Одни говорят, что он оставил войско по дороге к Глухову, другие, что свинтил сразу после разгрома. Но это в целом не так важно. Первым делом после бегства Мазепа заехал в гости к отцу, а потом женился на Ганне Фридкевич, женщине старше его по возрасту с двумя детьми от первого брака. Не знаю, насколько там была сильная любовь, но знаю другое. Женка это была родственницей многих важных казаков и старшины. И вот так, образно говоря, через постель, с ними стал связан и Мазепа. С этого момента он входит в окружение Петра Дорошенко. Короче, медленное заползание по карьерной лестнице было явно не для Мазепы. Он уже успел побыть никем при польском дворе и не собирался тратить еще несколько лет, чтобы быть никем на Гетьманщине. Технически, благодаря своим талантам, он, конечно, мог бы пройти путь от рядового казака, но это было слишком сложно и долго. В отличие от Запорожской Сечи, на Гетьманщине уже давно были другие порядки. Казацкая старшина полностью превратилась в местную знать, которая свысока смотрела на тех, кто стоял ниже в пищевой цепочке. Да, социальные лифты в Украине работали куда лучше, чем в условном польском и русском государстве. Но лифты эти работали с остановками и все время норовили застрять. Зачем пытаться ехать на таком, когда можно взлететь и сходу оказаться у дверей пентхауса? Вообще, нашу жизнь во многом определяет выбор. Пойти отдохнуть или потратить время на учебу. Переехать в другой город с надеждой на светлое будущее. Или остаться там, где гарантированно все будет неплохо. Работать на стабильной работе. Или рискнуть и попытаться сменить сферу на гораздо более оплачиваемую. Ответ у каждого свой. Но никогда не будет поздно попробовать что-то новое для успеха. Спрос на IT-специалистов продолжает оставаться высоким. Но практически все компании ищут в штат профессионалов с опытом работы. Казалось бы, замкнутый круг. Как можно устроиться на новую работу, если до этого никогда раньше не работал на такой должности? Но на самом деле решение есть. Я рекомендую пройти курс профессия тестировщик от ProductStar. Обучение здесь строится на реальных кейсах. То есть вы будете искать ошибки в настоящих программных продуктах. И накапливать себе для резюме так необходимый опыт работы. В ProductStar преподают топовые специалисты из международных компаний. А помогать с учебой вам будет личный ментор. А после окончания курса вам, конечно же, помогут с работой. Составят резюме и подскажут, как правильно проходить собеседование, чтобы выделиться на фоне остальных кандидатов. Прямо сейчас ProductStar проводит мощную акцию. При регистрации на курс по моему промокоду ЗАЕЦ вам сделают скидку в 50%. Не пропустите. А плюс к этому вы получите доступ к двум любым другим курсам ProductStar абсолютно бесплатно. Но поторопитесь. Срок действия акции ограничен. Так что если хотите ворваться в мир IT и получить востребованную профессию, то прямо сейчас переходите по ссылке в описании или сканируйте вот этот QR-код. Желаю успехов. Продолжаем. Итак, Мазепа оставил польского короля и оказался в свете влиятельного казака Петра Дорошенко. Ставка на Дорошенко была спорной. С одной стороны, он вскоре стал гетьманом правобережной Украины. А с другой, Дорошенко стал действовать точно так же, как и все остальные. Раз у гетьманщины нет собственных сил для объединения правого и левого берега, значит нужно обратиться за помощью. Но кому? Русские, понятное дело, мимо. У них другие ставленники по ту сторону Днепра. Польша разорена. Им не до этого. Значит обратимся к татарам. А оплатить им будем так же, как и Хмельницкий в свое время. То есть частью добычи и пленными. План действий на случай провала не предусмотрен. Потом Дорошенко еще нашел новых союзников в Турции. И перевел свою часть гетьманщины в подданство султана. На какое-то время, очень короткое время, казалось, что план сработал. Дорошенко действительно объединил правый и левый берег. Но успех быстро обернулся поражением. Татары и турки вели себя в гетьманщине, как на завоеванной земле. Резали, жгли, убивали, угоняли население в рабство. А ведь помимо этого, с ними нужно было еще как-то расплачиваться за помощь. Но чем? И Дорошенко расплатился тем, что осталось. Украиной. То есть грабежей и угонов в рабство стало еще больше. Только теперь как бы официально с разрешения гетьмана. Против Дорошенко одно за другим вспыхивают восстания. Которые он давит с помощью тех же турок и татар. Правобережная Украина стремительно пустеет и разоряется. А левый берег вновь откалывается и начинает смотреть в сторону Москвы. Сначала левобережье захватил бывший ставленник Дорошенко. А потом гетьманом стал Иван Самойлович. А перед этим его предшественника обвинили в измене. И отправили с кляпом в Москву. Причем сделали это не клятем ускали, а местные казаки. Можно сказать, что случился очередной государственный переворот в ходе заговора элит. Самойлович, получив власть, тут же начинает... Что бы вы думали? Конечно, мечтать опять объединить Украину. Но на других условиях. Он созывает Вторую Переяславскую Раду. Предлагает выбрать общего гетьмана для правого и левого берега. Но чтоб их покровителем опять был русский царь. Дорошенко идею на словах поддерживает. Более того, он уже вроде как и не против перейти в подданство Москве. Но сам навстречу не приезжает, а посылает вместо себя представителя. Этим представителем был Иван Мазепа. Все то время, пока Дорошенко пытался реализовать самые дикие проекты по объединению Украины с помощью турок, Мазепа исполнял при нем роль посланника и специалиста по особым поручениям, не имея при этом практически никакого официального статуса. Когда в переписке с Москвой Мазепу назвали генеральным писарем, то Дорошенко поспешил указать на ошибку. Ибо генеральный писарь — это тогда довольно высокая должность, что-то вроде современного министра иностранных дел. Так вот, Дорошенко ответил, что это не генеральный писарь, а всего лишь мой добрый приятель господин Мазепа. То есть вообще неофициальное лицо. В общем, случаются новые выборы Гетьмана, на которых побеждает соперник Дорошенко. Сам Дорошенко подчиниться этому решению отказывается, и начинается новая война, где он в союзе с татарами и турками сражается против союза левобережных казаков и русского войска. Только через два года, когда от правобережной Украины практически ничего не осталось, Дорошенко отказывается от власти. Он подчиняется русскому царю, и вот сейчас будет интересно. Получает от него хлыновское воеводство. И это, если что, современный город Киров в России. Дорошенко уезжает туда и спокойно живет до самой смерти. А его прапраправнучка выйдет замуж за некого Александра Пушкина. Но я всю эту историю рассказал не ради интересной связи Гетьмана с знаменитым поэтом, а для того, чтобы вы отметили интересную судьбу Дорошенко. Он неоднократно менял покровителей, сжег вместе с турками пол Украины, воевал с Москвой, хотя обещал подчиниться. И за все эти веселые поступки в итоге получил не плаху, а земли внутри московского царства. Где тихо встретил старость. Запомните, это нам понадобится для сравнения. Потом. Все эти события, когда страшина рвет на части Украину, в атмосфере всеобщего предательства, заговоров и измен, когда татары, турки и все, кому не лень, разоряют Гетьманщину, неплохо описывают стихи самого Ивана Мазепы. Вси покою щиро прагнуть, а не в один гуш всей тягнуть. То и направо, то и налево, а все, братя, то-то диво. Немаш любви, немаш згоди, от жовтою взявши води. Прес незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Мира искренне желають, но не вместе все гуш тянут. Тот направо, тот налево, а все братья, то-то дело. Нет единства и любви, как желтые воды взяли. От раздора все пропали и себя завоевали. Русский перевод лишь примерный. В общем, не поленитесь, найдите поэму целиком. Это прям плач по земле украинской. Но почему ж, если Мазепа был таким любителем своей родины, он продолжал служить Дорошенко, который явно не способствовал установлению мира? Ну, как минимум потому, что его, как человека своего времени, в первую очередь заботила судьба не простых крестьян, а своего сословия. А еще потому, что в финальную часть противостояния Дорошенко с Москвой Мазепа просидел в плену. Случилось это вот так. Поначалу добрый приятель господин Мазепа продолжает играть роль посыльного и регулярно мотается в Крым. В одной из таких поездок он вместе с татарским конвоем везет 15 пленных казаков. И тут, во время переправы через реку Ингулец, на конвой налетают запорожцы. Они безжалостно рубят в капусту охрану и освобождают пленных. Но по какой-то причине не трогают Мазепу. Почему, непонятно. Да, у него там с собой всякие письма, и вообще видно, что это важное лицо. Но запорожцы, парни простые, им эти регалии до лампочки. Они легко могли замочить, что холопа, что пана. Тем не менее, Мазепу всего лишь взяли в плен. Потом на допросе в Москве Мазепа будет говорить, что от казаков не убегал, саблю не доставал, а спокойно сдался и отдал все письма. Так он оказался в руках кашевого атамана Серко. А это была легендарная личность. Невероятно талантливый военачальник, которого расхваливали и враги, и друзья. Турки называли его Урус-Шайтан, то есть русский черт. Серко активно топил за веру православную, поэтому его врагами в основном становились турки и татары. На картине Репина, где запорожцы пишут письмо турецкому султану, Серко — центральная фигура. Стоит за спиной у писаря с трубкой в руке. Но, как и все казаки, в разное время Серко оказывался по разные стороны баррикад. Это именно он после Конотопской битвы спас положение для русского царя, когда напал на татар и заставил их покинуть гетьмана Выговского. Он же напал на крымского хана во время похода Яна Казимира на Левобережную Украину и вынудил того уйти из польского войска. В общем, много, очень много раз Серко громил поляков, турок, татар и русских, когда перешел на сторону Дорошенко и воевал за гетьмана правого берега. Правда, всего через два года Серко перешел обратно и опять же отличился в боях. Но вместо награды получил шиш. Перед самой Второй Переославской радой его по доносу Левобережных казаков арестовали и отправили в далекий Тобольск. Тут же речь шла про выборы нового гетьмана, и опасные конкуренты на новую должность основному кандидату были не нужны. Правда, долго в Сибири талантливый казак не задержался. Вскоре получил царское прощение и вернулся обратно на родные земли. Бить татар от имени русского царя. И вот тут к нему и попадает в руки обходительный Мазепа. Сторонник и протеже этого поганого пса Дорошенко. Как там Мазепе жилось в плену не очень понятно. Есть кардинально разные свидетельства. То Мазепа сидит в кандалах, то регулярно разгуливает по улице, а сам атаман Серко его безмерно уважает. Но все-таки кажется, что это был не самый приятный период в жизни будущего гетьмана. Во всяком случае, запорожскую сечь он будет ненавидеть до конца жизни. А снаружи тем временем разгорелась жаркая борьба за его судьбу. Напомню, что в этот момент Мазепа сподвижник Дорошенко. Но первым делом выдать его потребовал гетьман левобережной Украины Самойлович. Потом такой же приказ прислала и Москва. Но Серко оба раза отказался. То ли складывалась давняя традиция сечи не выдавать, то ли сам Серко не очень хотел лишаться одного из сподвижников Дорошенко. И оставлял себе пространство для маневров, а то мало ли как там жизнь сложится. Тогда за дело взялся русский князь Рамадановский. Очень большого таланта человек, к тому же отлично знакомый с местной спецификой. Рамадановский получил запрос на выдачу Мазепы и снова получил отказ. Тогда он отправился в Харьков, арестовал жену Серко и снова покорно повторил просьбу. Атаману не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться шантажу. Так Мазепы очутился на левобережье. Но удивительно другое. В сопроводительном письме Серко есть такие строчки. «Зело и покорно вельможности твоей, прошение свое просим о Иване Мазепе. Твоя милость, яка отец милосердный, покажи милость свою, чтоб он в неволе не был. И я повторя, возможности твоей, добродея своего, прошу о том человеке». Что именно заставило атамана выдать такую благоприятную рекомендацию пленнику, не очень ясно. Зато известно другое. Никогда в жизни ни за кого другого больше так Серко не просил. Не находите, что Мазепе как-то слишком уж везет и он регулярно выходит сухим из воды? Сбежал от польского короля, никто не посылал вслед яростных проклятий. Сопровождал конвой пленных казаков, остался единственным выжившим из охраны. Попал в плен к лихому атаману, тот его защищал до последнего. Интересно получается, видимо что-то в характере Мазепы действительно было такое, что заставляло людей хорошо к себе относиться. У гетьмана Саймайловича история в общем-то повторилась. Мазепа прибыл в лебобережную Украину для допроса с пристрастием, а уехал оттуда с личным писарем и провожатым. Уехал кстати в Москву. Вообще уже через пару дней после первого допроса Самайлович пишет Мазепе. Что при имуществе своим и при здоровье со всем с домом своим, пребываты будешь, что и повторяю. Тут конечно стоит сделать скидочку на то, что в то время люди в целом писали письма несколько более вежливо, чем сейчас. Но согласитесь, называть ласковый господин человека, который был чуть ли не правой рукой твоего главного врага, это как-то перебор. Князь Рамадановский тоже видимо попал под обаяние Мазепы, потому что в письмах царю называют его уважительно по имени и фамилии, а не просто изменником Ивашкой. Кстати, это именно князь настоял на отправке Мазепы в Москву без конвоя. Короче, где тот пылкий юноша, который чуть что хватался за саблю и плакал от обиды? Сейчас перед нами предстает обаятельный, умеющий себя держать и очень скрытный молодой человек. На допросе в Москве он рассказал все, ну почти все, о поляках и планах короля на союз с турками против Москвы. Не забыл плюнуть и в Запорожскую сечь. По его словам, это именно из-за козней Сирко Гетьман Дорошенко отказался сотрудничать с Москвой. Единственный, против кого Мазепа не сказал ни одного плохого слова, это сам Дорошенко. В адрес всех остальных Мазепа не стеснялся в выражениях. Его слова произвели хорошее впечатление. Мазепу представили царю, а после очередного письма Самойловича отправили его обратно в Гетьманщину. В третий раз начинать жизнь с чистого листа. На левом берегу Днепра с Мазепой происходит ровно то же самое, что и на правом. Он быстро входит в доверие к Гетьману Самойловичу. Пожалуй, даже быстрее, чем это было с Дорошенко. Объясняется этот феномен просто. Во-первых, Мазепа действительно был обходительным человеком. Умным, без лести и попыток подмазаться во что бы то ни стало. За саблю он больше не хватается, да и вообще предпочитает помалкивать. По воспоминаниям одного из современников, когда Мазепа разговаривает, то больше любит слушать других. Он принадлежит к тем людям, что предпочитают или вообще молчать, или говорить так, чтобы ничего не сказать. Вот так вот. Ну ладно, окей, болтать не любят и внимательно слушают. Этого достаточно? Казалось бы, нет, но не в нашем случае. Гетьманщина того времени это слабая центральная власть и множество семей казацкой старшины, объединенных союзами и договорами, которые не особо хотели беспрекословно подчиниться Гетьману. Положение Самойловича не такое крепкое, как ему хотелось бы. Положиться на 100% он ни на кого не может. Его окружает, ну, по сути, грызня кланов. За влияние, положение и деньги. В этих условиях лично преданный, не имеющий связи с местной верхушкой, умный человек может стать незаменимым. И Мазепа быстро стал таковым. Есть легенда, что он даже обучал сыновей Самойловича. Но это неправда. Оба сына Гетьмана в то время находились в Москве. Но зато вместо них в Украине находится человек, который обеспечит Мазепе очередной стремительный взлет. Князь Василий Голицын. Именно с этой точки стартует карьера князя, как одного из главных русских политических деятелей своего времени. Голицын западник, сторонник реформы и перемен на своей родине. Ровесник Мазепы. Они нашли друг в друге людей, объединенных общими интересами. Французский посол писал, что в то время на Руси было 4,5 человека, которые знали латынь. Хотя это было некоторым преуменьшением, но несомненно, что хорошо образованному Голицыну было о чем поговорить с хорошо образованным Мазепой. И все это происходило на фоне очередной войны с турками. Мазепа стремительно получает должность за должностью. Вскоре он становится при Гетьмане, по сути, ближайшим советником и генеральным писарем. Князь Голицын параллельно рвется получить высокое положение в Москве. Бахчисарайский мир с турками наконец-то дал ему такую возможность. Но этот же мир стал бедствием для Украины. Самойлович надеялся, что после победы над султаном, Москва поможет ему вновь объединить Гетьманщину в одно целое. Но разоренное непрерывными войнами русское царство больше не хотело сражаться. По соглашению с турками, правый берег Днепра превращался в буферную зону, откуда согнали все население и запретили строить новые деревни. Самойлович громко и яростно протестовал против превращения в буфер половины родной земли. Мазепа протестовал молча, а Голицын делал стремительную карьеру. Вскоре он становится ближайшим боярином при слабом царе Федоре и намечает для русского царства путь реформ. А заодно князь близко знакомится с сестрой царя, если вы понимаете о чем я. Федор вскоре умирает и Москва погружается в кровавые бунты стрельцов, из которых неожиданно выходит с женщиной на троне. Дело неслыханное для очень патриархальной России. Но пока бояре удивительно переглядываются и пытаются понять, как же так вышло, царевна и ее фаворит князь Голицын крепко хватаются за вожжи. Официально царевна Софья – регент при двух царевичах – малолетнем Петре и слабоумном Иване. Но кто знает, как оно там дальше дело повернется. Может, наследники совершенно случайно умрут и Софья станет полноценной царицей. В это время Мазепа начинает регулярно наезжать в Москву, где периодически торчит по несколько месяцев. Он завязывает контакты с нужными людьми и много беседует с всесильным Голицыным. А у князя есть идея фикс. Он хочет плотно так задружиться с речью Посполитой и захватить Крым. Чтоб навсегда устранить татарскую угрозу и на несколько веков раньше заявить – Крым наш. Но надо понимать, что тут дело далеко не только в жажде славы и желании захватить малый беззащитный народ. Времена другие. У России тогда было не две беды, а четыре. Помимо дураков и дорог, к ним относились татарские набеги и отсутствие торговых портов на Черном море. За два с половиной столетия в Крым было угнано около двух миллионов человек. И это не считая тех, кого зарубили во время набегов. При этом для понимания масштаба, все население русского государства к концу 17 века – это что-то около 10 миллионов. На границах регулярно дежурят войска, которые съедают львиную долю бюджета. В Крым относительно регулярно выплачивают так называемые поминки. Это не классическая дань, а что-то типа выплат рекетиру, чтоб тот согласился тебя не грабить. А вторая статья расходов всей государственной казны – это выкуп пленных из Крыма. Короче, крымское ханство – реальная угроза. Но в одиночку Москва такое дело не потянет. Крым под защитой турецкого султана. В случае чего янычары появятся на Крымском берегу за секунды. А Турция в конце 17 века – это далеко не больной человек Европы. Это мощное государство в зените славы. Тень турецкого полумесяца висит над всеми Балканами и уже обускается на Вену. Буквально только что Австрия спаслась от турков буквально чудом. И у этого чуда было имя – новый король Польши Ян Собеский. Так, подождите. Точно, Польша! Враг моего врага – мой друг. Плевать, что мы только что долго и кроваво воевали. Почему бы сейчас не попробовать объединиться против общей угрозы? Но союзу с Польшей могло помешать только одно – украинский вопрос. Короче, Голицыну нужен союз, а для этого нужна тихая и покорная гетьманщина. Но гетьману дружба с Польшей вообще нафиг не сдалась. Он хочет не турок бить, а объединить земли по обе стороны Днепра. Защита православия – дело, конечно, хорошее. Но Крым не захватить, не удержать нельзя. А вот вернуть свое – это вполне реально. И тут начинаются просто дипломатические танцы с бубнами. Князь Голицын в России гнет свою линию и ломает об колено московских бояр. За год он проводит больше 40 посольских съездов об установлении границ с Польшей. А в это время гетьман Самойлович пытается противостоять князю. В том числе и через его приятеля Мазепу. Из этого клубка интриг получается такое нечто, что вряд ли кто-то мог быть доволен результатом. Итак, в 1686 Московское царство присоединяется к Священной Лиге Венеции, Речи Посполитой и Священной Римской империи против турок. С Польшей Москва вообще заключает так называемый Вечный мир. По его условиям Киев из польского управления переходит в гетьманщину. Запорожье целиком отправляется под московский протекторат, а Волынь и Голиция закрепляются за Польшей. И на этом все. Правый берег Днепра окончательно превращается в выжженную пустыню. Как говорили, король Ян Собесский рыдал, когда во Львове подписывал этот мирный договор. Ему условия тоже не сильно нравились. Но недавно он проиграл сражение против турок, и ему очень нужен был союз с Москвой. Голицын мог быть с собой доволен. Он считал, что выбил для себя максимально комфортные условия. Но Украине, разделенной на двое, от этого было ничуть не легче. Кстати, заодно в это же время украинская православная церковь перешла под контроль московского патриархата. И активное участие в этом переходе принимал герой Украины Иван Мазепа. Тоже есть в этом какая-то ирония, учитывая то, как в наше время украинскую церковь пытаются вывести из подчинения РПЦ. Но исторически такая иерархия имела смысл. Контроль над церковью давал Москве влияние над православными христианами в Речи Посполитой. Это было важное завоевание и способ проводить свою политику на этих землях. В конце концов, это ж именно в церквях нас учат, как правильно молиться Богу и подчиняться властям. Мазепа в свое время учился в Киево-Могилянской коллегии и сохранил связь со многими преподавателями, которые занимали важное место в украинской церкви. Его личные переговоры с этими людьми сыграли большую роль в решении подчиниться московскому патриархату. Ну а после всех этих дипломатических дел настало время пушек. Начался великий крымский поход князя Голицына. Стотысячная русская армия и пятидесятитысячная армия Самойловича совместно двинулись на Крым. Правда, гетьман и другие умные люди считали эту затею идиотской. С походом запоздали. Армия выступила лишь в середине мая, захватив с собой гигантский обоз. А воду планировалось добывать по пути. Воду в степи летом. Для ста пятидесяти тысяч человек, их лошадей и всех обозных животных. Интересный план. В итоге это гигантское войско вообще противника не встретило. Крымский хан не был дураком. Сражаться в чистом поле с заведомо более сильным врагом он не собирался. Вместо этого он приказал засыпать колодцы и поджечь степь. В итоге великий поход Голицына на Крым закончился оглушительным позором. К чести князя надо сказать, что он тоже не был упертым кретином. И приказал развернуть армию, когда понял, что дело гиблое и надо хотя бы спасти людей. Но все равно это было унизительно. Огромные деньги. Огромная армия. И такие скудные результаты. Царевна Софья как могла пыталась спасти своего любимца. С царского двора объявили, что поход завершился оглушительным успехом. Крымскому хану показали всю мощь русского оружия. После чего он с поджатым хвостом заперся в столице. И в следующий раз 10 раз подумает, прежде чем идти в набег. Выглядели такие оправдания слабо. Поэтому еще срочно нужно было найти виноватого. И тут под царскую руку подвернулся Гетьман Самойлович. Который, напомню, вообще-то с самого начала выступал против идеи похода. Донос против Гетьмана, как это часто бывало, написали другие знатные казаки. Раскол элит в Украине это, похоже, постоянное явление. Тут Мазепа тоже не остался в стороне. Однако его роль сильно преувеличивают. Говорят, что он активно интриговал против своего начальника. И дал крупную взятку Голицыну, чтобы занять его место. Но тут все не так просто. Под доносом на Самойловича действительно есть подпись Мазепы. Но стоит она там далеко не на первом месте. Его имя только четвертое в списке. А главным вдохновителем и организатором заговора был Василий Кочубей. Он нам сегодня еще встретится. А Мазепа, судя по всему, просто примкнул к заговору. Но уж точно никак его не организовывал. В это время он был занят другим. Пока казацкая старшина под ковром вцепилась друг в другу в глотки и пыталась урвать важные должности, Мазепа тусил с Голицыным. Он действительно давал князю какие-то деньги. Но это был скорее символический подарок, чем взятка. Особенно смешно эта сумма выглядела бы на фоне того, что Голицын получил от казацкой верхушки. Но обо всем по порядку. События развивались стремительно. 7 июня 1687 года казацкая верхушка пишет донос, что Гетьман Самайлович, дескать, приказал своим людям поджечь степь, из-за чего армия была вынуждена отступить. Голицу, но этот донос пришелся очень кстати. Он отправляет его в Москву, а тут 16 июля получает приказ немедленно арестовать предателя и выбрать преемника. Князь с двумя полками окружает Гетьманский походный двор, а Кочубей докладывает, что к аресту все готово. Самайлович, увидев царские отряды, конечно, понимает, что происходит. Он не сопротивляется, проводит ночь в молитвах, а утром его арестовывают прямо в церкви. Ура! Наконец-то можно было открыто делить добычу. Но обстановка неожиданно накалилась. В отличие от всей верхушки, рядовые казаки не так сильно радовались военному перевороту. Пара полков взбунтовалась, а в одном даже убили полковника. Походило на то, что местная знать как-то не очень в ладах с собственным народом. Чтобы успокоить толпу, срочно нужно было провести выборы нового Гетьмана. 24 июля старшина явилась пред светлые очи Голицына с вопросом, кого из нас ты выберешь на эту должность? И тот, неожиданно для всех, ткнул пальцем на Мазепу. Чем, надо думать, немало шокировал главного заговорщика Кочубея и его товарищей. Ведь он уже всерьез сам примирялся к гетьманской булаве. Но спорить с князем в окружении русских стрельцов ему как-то не захотелось. Ах да, еще надо сказать про выборы Гетьмана. С чего это вдруг казаки поперлись к русскому князю с таким вопросом? Разве они не сами должны избрать своего руководителя? Ну, как бы да, но нет. Формально выборы, конечно, никто не отменял. Но в текущих условиях победитель должен был предварительно получить одобрение Москвы. Так что, когда на следующий день собралась Рада, то на вопрос, кого хотите видеть Гетьмана, толпа дружно заорала. Мазепу хотим. Ну и то есть относительно дружно. Нужные люди кричали правильное имя и освистывали неправильное. Вот так вот Иван Мазепа и стал Гетьманом. Денежный подарок Голицыну он, конечно, дал. Но случилось это, вероятно, уже после того, как князь решил поддержать его кандидатуру. Ну и самое главное, казацкая верхушка попросила у Голицына передать все имущество арестованного Самойловича в общую казацкую казну. И князь взял эти миллионы рублей, повторю, миллионы рублей. По тем временам это невероятно гигантская сумма. И разделил честно. Ну, как честно? По-братски. Половину мне, половину вам. По сравнению с этими деньгами, подарок Мазепы был просто пушинкой, недостойный упоминания. Приятный ее пустячок в знак уважения. Но тем не менее, новому Гетьману пришлось заплатить кое-чем другим. Каламакскими статьями. Голицын не собирался отказываться от своего великого плана по захвату Крыма. А для этого ему все еще нужна была покорная Украина. Не своевольная, которая посылает в Москву послов, протестуя против мнения князя. А та, что покорно выполнит приказ. Именно такой и должна была стать Гетьманщина Мазепы. По Каламакским статьям, украинские крестьяне больше не имели права становиться реестровыми казаками. Беглецов следовало выдавать властям. Гетьмана больше нельзя было избирать и снимать без царского указа. А ему самому запрещалось менять своих приближенных. То есть буквально без согласия с Москвой нельзя было назначить новых полковников и писарей. Теперь технически Гетьман не мог выстроить систему под себя. Там еще много чего было интересного. Например, поощрялось доносительство. В Гетьманской резиденции Батурине на постой вставал московский стрелецкий полк. А сверх того отменялась система аренд. Это когда Гетьманы продавали за единовременную выплату право на торговлю каким-то определенным товаром. Чаще всего алкоголем. Ну и вишенка на торте. Отныне задачей Гетьмана было, цитата, «народ малороссийский всякими мерами и способами с великороссийским народом соединять». И вообще следовало как можно меньше вспоминать о своей самостоятельности, не говорить чего-нибудь в духе «Украина-це-Гетьманщина». А при всяком удобном случае заявляет, что это, снова цитата, «часть их царского пресветлого величества самодержавной державы». Рубкие попытки Мазепы получить дозволение на самостоятельную переписку с окрестными правителями получили ожидаемый вежливый отказ. Единственным из принятого было поручение гарантии военной защиты в случае нападения на Гетьманщину. Вот в таких «замечательных» условиях Мазепа и дал свою гетьманскую клятву на Евангелии. Быть у русских царских величеств в вечном подданстве верно и постоянно, а польскому королю и султану турецкому и хану крымскому не служить. Тут хочется отметить, что недальновидное русское царство опять забыло о шведах. Ничему история их не учит. Давайте просуммируем. Мазепа на финишном повороте обскакал влиятельных казаков, которые уже спали и видели себя в роли правителей Гетьманщины. Но хоть он и получил должность, никакой особой власти у него не появилось. У Мазепы нет прав заменить казаков своими людьми. Денег у него тоже нет и не будет. Отмененные аренды были важной частью доходов Гетьманской казны. Все вокруг доносят в Москву на любой твой чих. А кроме того, непокорным казакам и крестьянам теперь нужно говорить, что они часть какой-то там великодержавной самодержавной державы. В общем, московская централизация пришла и в Украину, которую попытались спустить на роль какого-то муниципального округа. И на все это Мазепа пошел ради сомнительной власти. По пути, предав очередного покровителя. Некоторые хорошо понимают, что подобные поступки вообще не красят героический образ Мазепы. И пытаются его оправдать. Мол, он искренне сожалел о своем предательстве, а Гетьманом его вообще заставил быть Голицын. Но это смешно. Мазепа поступил здесь в духе времени. Точно так же, как до этого поступали и Самойлович, и Дорошенко, и Тетерия, и прочие. Но да, потом Мазепа заботился о родственниках преданного Самойловича, которые остались в Украине. Строил церкви в память о нем. И даже вроде как через шесть лет в одном частном разговоре утверждал, что хотел всего лишь отставки Гетьмана, и не думал, что его отправят умирать в Сибирь. Звучит как попытка самооправдания. Интересно, а чего Мазепа ожидал? Гетьмана обвинили в предательстве и спустили на него всех собак за проваленный поход. Что должно было произойти? Что Самойловича только снимут, но оставят деньги, положение и доходы? Уютную старость где-нибудь в тихом воеводстве? Немного наивно, вам не кажется? Можно было бы вспомнить пример Дорошенко, но ситуация там была немного другой. Еще больше смешным выглядят слова, что Мазепа принял гетьманскую булаву по воле Горицына. Мол, на самом деле он не очень-то и хотел править. Но если бы отказался, то князь снял бы его со всех постов, а может даже приказал бы казнить. Чего, блин? Мазепа лично подписывал донос на Самойловича, провел кучу времени наедине с Голицыным. И тут, совершенно случайно, князь выбирает в гетьманы именно того человека, который без лишних разговоров подписывает коломакские статьи, которые, по сути, лишают гетьманщину самостоятельности. Самое удивительное, невероятное совпадение. Но, впрочем, оставим в сторону людей, которые слишком сильно хотят превратить Мазепу в белого лебедя, и вернемся к нашему герою. Его мечта исполнилась. В 48 лет Мазепа стал гетьманом ливобережной Украины. Он очень рьяно взялся за дело. Казалось бы, везде капканы, денег нет, власти нет, куда сунуться? Но Мазепа оказался не только хитрым интриганом, но и очень умным политиком. Первым делом он воспользовался тем единственным, что ему оставили. Мазепа стал подтверждать и активно раздавать поместья, села и городки. Короче говоря, подкупал казацкую верхушку. Он как бы говорил, да, я, может, и выскочка, и перебежчик, но со мной вы будете купаться в шоколаде. Тех, кто сам рвался к гетьманской булаве, это, конечно, не сильно успокоило. Но вот все остальные получили много поводов поблагодарить Мазепу. В отличие от хмурого и скупого Самойловича, новый гетьман был щедр и улыбчив. Кроме того, у Мазепы появилась масса возможностей для таких щедрых раздач. Вы еще помните, что правобережная Украина превратилась в буфер. Ну так а куда бежало население из этого буфера? По крайней мере, те, чьи ноги оказались быстрее ног татарской конницы. На другую сторону Днепра хлынул поток переселенцев, которым нужно было где-то жить. В общем, земли активно заселялись. Очень активно. Настолько, что даже появилось понятие «слободская Украина». Это примерно современная Харьковская область и часть Белгородской. Так вот, к чему я это? В те времена экономическое развитие стран происходило в первую, вторую и третью очередь экстенсивно. То есть, если вы хотите получать больше доходов, вам нужно больше земли и людей. Потому что 10 деревень в любом случае принесут больше денег, чем одна. Условно говоря, никто не пытался вырастить одного айтишника, чья ценность превосходила бы ценность нескольких сел. Да это было и невозможно. Собственно, это едва ли не главная причина всех войн того времени. Это сейчас, если вы начинаете войну, вы идиот. Потому что вместо увеличения богатства и поступлений в бюджет, вы наоборот вешаете своей экономике камень на шею. Все дорогие айтишники соберут вещички и улетят в далекие края. Останутся в основном те, кто просто не может уехать. Все это надо будет отстраивать заново, выплачивать пенсии и пособия. А доходы будут около нулевыми. Ценность современного человеческого капитала в головах и идеях. А вот тогда ценность капитала была в руках и ногах. Когда на территорию гетьманщины хлынул поток беженцев, он позволил резко увеличить доходы от земли, потому что теперь можно было пахать больше и быстрее. В общем, Мазепа очень ловко воспользовался человеческим капиталом, свалившимся ему на голову. Он стал раздавать его в качестве подкупа. Но крестьяне при этом все больше начинали напоминать русских крепостных. В принципе, точно такие же процессы шли во всех окружающих странах. В Польше и России так вообще крестьян настолько мощно превратили в рабов, что они пахали на барщине до 6 дней в неделю. Таких жутких условий в гетьманщине не было. Но барщина все равно выросла в 2-3 раза. Короче, бедному крестьянину в те времена везде жилось хреново. Но зато богатели города. Раз уж из крестьян выжимали больше продуктов, то будет больше товаров для торговли. И больше людей смогут заняться ремеслами. Пусть это и касается, мягко говоря, не всех, но кое-кому жить стало поприятнее. Ну и да, знатные казаки были очень благодарны, получив больше доходов и возможностей гонять крестьян и в хвост, и в гриву. Причем сам Мазепа вроде как в жестоких акциях замечен не был. Он был неплохим хозяином и, по-видимому, понимал, что стричь овец нужно аккуратно. Так, чтобы те не бегали зимой без шерсти, а значит не бунтовали. Однако его же приближенные на эту ситуацию смотрели по-другому. Это Мазепа старался быть прогрессивным западником. А у обычных людей планы были попроще. Выжить нагайкой всего по максимуму и прямо сейчас. Мазепа бил по рукам самых наглых, но сильно в защите прав крестьян не участвовал. Потому что лояльность их хозяев казаков ему была важнее. Но чтобы народ не роптал лишний раз, Мазепа стал активно жертвовать на церковные нужды. Ведь где, как не в церкви, крестьянину объяснят, что все его мучения в этой жизни зачтутся ему в следующий. И вообще вся власть она от Бога. Ладно, это, конечно, не совсем правда. Мазепа, судя по всему, действительно был искренне верующим. И на монастыри денег не жалел. Тем более, что лично знал многих высокопоставленных священников. И любил с ними поговорить, как с умными, образованными людьми. Но все его преобразования в скором времени могли пойти прахом. Из-за очередной авантюры Голицына. Помните про его идею фикс «Захватить Крым»? Ничего не поменялось. Даже бездарный поход в степь не остановил князя. Более того, он решил его повторить. В общем, князь, может, и был крупным реформатором и отличным государственным деятелем. Но вот в том, что касалось военного дела, Голицын оказался не менее крупной бездарностью. Вместо того, чтобы постепенно двигаться в степь, захватывать опорные пункты и строить свои, он снова поперся на пролом и уперся в перекоп. Впрочем, как и в прошлый раз, у него хватило мозгов не губить войско и повернуть назад. Так что поход, по крайней мере, не превратился в катастрофу. Опять потеряны деньги и репутация. Но не больше. Так? Ну, для Голицына, безусловно, так. В Москве он получает награды и признание, но козел отпущения все равно нужен. Ему почему бы не воспользоваться проверенным приемом и опять во всем не обвинить украинского гетьмана? Мазепу вызывают в Москву для объяснений. И все начинает развиваться примерно по тому же сценарию, как было с переворотом против Самойловича. Но Мазепа делает необычный ход. Он берет с собой в столицу всех своих высокопоставленных недоброжелателей. В самой Украине остается только верные мазопилюди и всякая мелкая шушера, на которую можно забить. А еще ему на помощь приходит невероятное стечение обстоятельств. Казацкая делегация прибывает в Москву 10 августа 1689 года. А за два дня до этого оттуда бежит молодой царевич Петр, запирается в троице Сергиев монастырь и призывает свои потешные полки. Кажется, планы нужно срочно менять. Причем всем. В Мазепе в Москве вместо ареста и допроса устраивают пышный прием. Больше ни о каких наказаниях для него не может идти и речи. Московские стрельцы колеблются. Софья боится пускать их против Петра. Ведь, скорее всего, они просто поменяют сторону. А вот в Гетьманщине прямо сейчас стоит 50-тысячное войско казаков, которое так и не распустили после неудачного похода на Крым. И Гетьман, по сути, единственный союзник, который может спасти положение. В другой ситуации, если бы Мазепа не подчинился, то ему на замену можно было бы быстро найти Гетьмана позговорчивый. Но не сейчас. Ведь все недоброжелатели Мазепы приехали вместе с ним. А это значит, что Гетьманщина прямо сейчас в руках людей, верных Мазепе. Идея тащить в Москву казаков на подавление восстания, по сути, законного царя, тоже не выглядит слишком уж умной. Но других вариантов нет. Целую неделю Голицын и Софья окучивают Гетьмана, предлагая золотые горы. А в это время вся Москва бурлит в подковерной борьбе. С каждым днем положение Софьи становилось все хуже. А единственным, кто мог бы спасти положение, был Мазепа. Но он так и не вмешался в династический конфликт. Молодой Петр I одержал решительную победу и приступил к расправам. Софью отправляют в монастырь. Голицына в ссылку. А Мазепу приглашают на личную аудиенцию к царю. Если кто из не особо умных противников Гетьмана еще надеялся в этот момент, что Петр покарает ставленника опального Голицына, то ему пришлось сильно разочароваться. Юный царь, полный амбиций, планов и стремлений, принял 50-летнего интеллектуала Мазепу наедине. И очень долго обсуждал с ним какие-то дела. Гетьман был осыпан наградами. Многие неприятные статьи Коломакского договора были отменены. А всем украинцам была объявлена благодарность за крымские походы. Таким образом, царь официально признал, что их вины в провале не было. Но тут есть и второе дно. По сути, это была благодарность за очередной выбор правильной стороны. Мазепа очаровал Петра, как и многих других людей до этого. И получил от этого переворота максимально пользы для себя. Во всяком случае, в честь Голицына царь церквей не строил. Понятное дело, что было немало людей, недовольных возвышением Мазепы. На него пошел непрерывный поток жалоб и доносов. Жаловались и арестованные бывшие сподвижники Софьи и Голицына. Сам князь тоже изо всех сил давал показания на своего бывшего приятеля. Едва ли не в каждом втором деле всплывало имя Мазепы. Но Петр Первый, который вообще-то был очень подозрительным и вспыльчивым, верил в Гетьмина так, как не верил ни в кого. Но вернувшись в Украину, Мазепы восстановил систему аренд. Право на это ему, кстати, никто не давал, но он как-то обошелся без разрешения. И деньги в казну потекли рекой. Еще он усилил борьбу с казацкой верхушкой, но без радикальных мер. Просто потихоньку, по чуть-чуть, менял неугодных людей на своих. Но основную головную боль Мазепе доставляла не родная Гетьманщина, и даже не Москва, а Запорожская сечь. История их взаимоотношений – это отдельная песня. Еще до вошедствия на престол Петра Первого, Мазепа основал в Запорожье новую крепость, которая потом превратилась в город Днепр. Права на это у него не было. И запорожцы справедливо сочли такой шаг наступлением на свою вольницу. И бросились строчить жалобы в Москву. Но там эти письма оставляли без внимания. Мазепа, в свою очередь, тоже регулярно писал письма с предложениями разорить это проклятое гнездо бунтовщиков. Причем кашовых атаманов он иначе, как шелудивыми псами, не называл. Те не оставались в долгу и тоже не слишком церемонились с именем Мазепы. И будто бы назло ему завели дружеские отношения с крымским ханством. А периодически даже заключали настоящие перемирия и мешали подготовке любого военного похода на юг. К этому же времени относится еще одна история, которая могла бы стоить Мазепе карьеры. Это была, пожалуй, самая удачная интрига против него, которая наверняка бы сработала, если б не безграничная вера Петра в старого Гетьмана. Короче, в Варшаве объявился некий монах Соломон, который как-то раньше принимал участие в крымском походе и вроде как был близок к казацкой верхушке. Этот Соломон добился встречи с королем и передал ему письмо от Мазепы с гетьманской печатью. Все как положено. В письме говорилось, что гетьман не против рассмотреть вопрос о возвращении гетьманщины под покровительство Речи Посполитой. Поляки обрадовались и отправили посланника к Мазепе с предложением обсудить, на каких условиях тот готов, цитата, «снять иго с вольной шеи народу своего». Между строк, впрочем, читалось предложение повесить на эту шею другое иго, польское. Мазепа жест не оценил. Понятное дело, что письмо было подделкой. А еще гетьман прекрасно понимал, что Москва имеет немало шпионов при дворе польского короля. Поэтому любой намек на нелояльность может стоить ему жизни. Поэтому Мазепа приказал посла арестовать и отправить в Москву разбираться. В этой истории остается большой вопрос, откуда у монаха появилось письмо с гетьманской печатью. Но, вероятнее всего, это были проделки казацкой старшины. Но все-таки, ситуация действительно могла выглядеть подозрительной. Так почему Петр оставил ее без внимания? Видимо, Мазепу спасало то, что он регулярно сообщал царю, что там замышляют поляки. В этом плане у гетьмана было все в порядке. Он наводнил речь Посполитую своими шпионами. И так как донесения Мазепы совпадали с донесениями собственной разведки Петра, то царь имел все основания верить гетьману и не верить доносам на него. Причем с каждым годом доверие лишь возрастало. А потом наступили дни азовских походов Петра. Царь впервые решил попробовать себя в военном деле. И сразу против сильного соперника. Османской империи. Надо сказать, что свою кампанию, в отличие от Голицына, он разрабатывал вместе со знающими людьми. Вместо того, чтобы переться через степь, он разделил армию на два фланга. Пока он сам вместе с отборными московскими полками шел штурмовать турецкую Азовскую крепость. Мазепа вместе с боянином Шереметьевым действовал на Днепре. Прикрывал фланг от крымского хана и заставляя Стамбул распылить силы. Мазепа в этой кампании проявил себя хорошо. Но и тут можно встретить попытки слишком уж героизировать его заслуги. Реально есть люди, которые говорят, мол, царский поход на Азов был лишь второстепенным направлением. А вот Мазепа нанес главный удар по врагу и вообще действовал блестяще. Да-да, все так и было. Лично царь пошел во главе отборных полков на второстепенное направление, чтобы захватить крепость, которая всего-навсего была ключом к одной из важнейших судоходных рек. А Мазепа мочил главные турецко-татарские силы в низовьях Днепра, которые по итогам войны никто и не думал присоединять. Звучит логично. Логично. Короче, азовские походы можно считать успешными. Петр со своей задачей справился в два приема, в то время как Мазепи и Шереметьеву охватило одного. И все остальное время они только защищали захваченное. Из интересного там было то, что Гетьману опять активно мешали запорожцы. Они наотрез отказывались присоединиться к общему походу. У них, видите ли, перемирие. А еще надо с поляками посоветоваться. В общем, они всячески тянули резину, лишь бы не подчиниться Мазепе. И только обещание, ну уж очень большой добычи и подарков сдвинуло дело с мертвой точки. И еще один интересный момент, о котором потом все благополучно забыли. После азовских походов Мазепу прославляли как героя. Называли гектором Украины. А после войн царь лично повесил ему на шею высшую российскую награду. Орден Андрея Первозванного. Можно сказать, что с этого момента Мазепу официально признали членом высшей элиты русского царства. Но кроме наград, Мазепа, как герой войны, получил еще много денег и власти. В Детьманщине у него вообще появилась полная свобода действий. Чем он тут же и воспользовался для укрепления своего положения. И действовал в этом плане, видимо, в строгом соответствии со своей любимой книжкой Макиавелли. Впрочем, у нового мирного договора с Турцией был один неприятный побочный эффект. По этому договору казакам и татарам запрещались взаимные набеги. А это как бы были главные статьи их доходов и любимое развлечение. По сути, толпе запорожцев внезапно оказалось нечем заняться. Долго такое положение дел сохраняться не могло. Запорожцы подняли бунт и выдвинули Москве два требования. Отменить систему аренд и запретить раздавать их земли казацкой верхушки из Гетьманщины. В общем, попросили царя запретить все то, что составляло львиную долю доходов Украины и служило гарантией верности ее дворянства. Идея, конечно, интересная. Москва даже на всякий случай спросила у Мазепы. Нельзя ли что-то из этого выполнить? Кстати, давайте немного расскажу про эту аренду и почему на нее злились простые казаки. Аренда это, по сути, монополия на продажу чего угодно. Чаще всего алкоголя. То есть в указанной местности никто не имел права гнать самогон даже для себя. Если хочешь выпить, добро пожаловать в специальные заведения с немаленькими ценами. Хозяин такого заведения имеет право гнать и продавать алкоголь, потому что раз в год платит государству крупную фиксированную сумму. А все, что заработает сверх этого, может оставлять себе. Понятное дело, что такой хозяин будет заинтересован в том, чтобы выжать из клиентов как можно больше денег. Ну и дальше в ход шли стандартные техники наркобаронов. Типа первая доза бесплатна, можешь даже пропить ремень и сапоги. Кстати, вот тут в соседней комнате их и принимают. Короче, чем больше люди пьют, тем лучше хозяину корчмы. Нетрудно сообразить, что на следующий день после попойки люди трезвели и рвали на себе волосы. Как это они могли пропить последнюю копейку? А еще арендаторы зорко следили за тем, чтобы никто не торговал самогоном из-под полы и чуть что строчили доносы, после которых появлялись казаки и карали провинившихся. В общем, это такое жуткое бедствие, которое в народе искренне ненавидели. И что же ответил Мазепа на просьбу свернуть эту систему? А он согласился. Правда, ненадолго. Уже на следующий год он собрал местную знать и сказал, так, мол, и так денег в казне нема. Что будем делать? Тут надо либо аренду возвращать, либо просить царя денег прислать, чтобы содержать казацкие полки. А Москва деньги тогда только во сне видела. Петровские реформы сжирали почти все без остатка. Поэтому аренду в Гетьманщине вернули. С раздачей имений вышло еще веселее. Мазепа объявил, что да, согласен полностью. Раздача земель ведется с нарушениями. Надо все пересмотреть по официальным документам. И под это дело начал отбирать имения у своих противников. Потому что как-то так волшебным образом получилось, что именно им земли выдавались незаконно. Тут Мазепа может сказать запорожцам большое спасибо за то, что дали повод к переделу имущества. В целом, если посмотреть со стороны, то политика Мазепы в то время ничем не отличалась от политики того же Петра. Централизация власти в своих руках, закрепощение крестьян и уничтожение вольных порядков. Едва ли не каждый год Мазепа просил у царя дать ему возможность разогнать запорожскую сечь, чтобы распространить на их землях законы Гетьманщина. Типа, ну смотри, Петр, у нас тут мир с татарами. Набегов больше не будет. По крайней мере, они не будут такими разрушительными. Это ж сколько земли зря пропадает. В общем, сечь это уже прошлый век. Этой вольнице надо положить конец. Однако вот нужно ли это было Москве? Конечно, Петр Мазепу слушал. Мазепа умный, лояльный и к тому же герой войны. Но в награду за верность он уже получил слишком очень много призов. Передать ему еще запорожье, но он тогда будет очень-очень сильным. А вдруг Мазепа, ну или не Мазепа, ему все-таки очень много лет, не ровен час завтра отдаст Богу душу. Но вот придет на его место преемник и замыслит недоброе против Москвы. Что тогда делать? Так что запорожье Мазепе не отдали. Пусть себе будет рядом как вечный раздражитель и мешает принести в Гетьманщину централизованность. Но в целом это была не такая серьезная головная боль для Мазепы. Можно сказать, что к этому моменту его жизнь полностью удалась. Он уже несколько лет вполне себе успешный Гетьман Украины. На важных постах сидят верные ему люди. Власть укрепляется, деньги идут. В общем, если бы он умер где-то здесь, то оставил бы после себя хорошую память. И не вошел в историю настолько ярким и неоднозначным героем. Потому что даже несмотря на то, что в его карьере было много предательств, запомнилось только одно. Именно вокруг него ведутся многовековые споры. Начинается Северная война. Петр Первый, который только что вернулся из поездки по Европе и разобрался со стрелецким бунтом, был захвачен новой идеей – выйти на европейские рынки. Успешный захват крепости Азов эту проблему не решил. Россия все еще торговала через посредников и обогащала в основном их, а не свою казну. А тут подвернулась, казалось бы, удачная возможность заполучить выход к Балтике. Очередной король Речи Посполитой втянул Петра в союз против Швеции. Тогда казалось, что объединенных усилий Польши, Саксонии, Дании и России с головой хватит, чтобы разгромить одну маленькую Швецию. Польша должна была отойти Лифляндия, России, Ингерманландия, а Дании контроль за всей торговлей через Балтику. В общем, каждый должен был получить свой кусок пирога. Но реальность преподнесла внезапный сюрприз. Вместо скорой победы поражения шли одно за другим. Дания была моментально выбита из войны. Русская армия потерпела сокрушительное поражение под Нарвой, а Мазепа лишился племянника. Сын его сестры Иван Абидовский погиб во время русского похода в Прибалтику. То ли от простуды, то ли от ранения. Это был сильный удар по Мазепе. Как и все люди того времени, он смотрел на гетьманщину как на свое и, естественно, хотел передать ее в наследство не чужим людям, а родственникам. Детей у Мазепы не было, и племянник был идеальным кандидатом. Однако смерть Ивана поставила крест на планах гетьмана и сыграла важную роль в последующих событиях. Дело в том, что Абидовский был женат на дочери очень влиятельного казака Василия Кочубея. Его имя я сегодня уже упоминал. Это Кочубей был главным претендентом на гетьманскую балову в тот год, когда она досталась Мазепе. С помощью свадьбы племянника Мазепа рассчитывал породниться с бывшим врагом и избежать нового конфликта. Но со смертью Ивана этот план провалился. Но пока до беды дело было еще далеко. Северная война неожиданно дала гетьману шанс, чтобы внезапно объединить Украину. Казалось бы, как это возможно? Швеция далеко, Польша наш союзник. Чем может помочь Украине какая-то возня в Балтии? Оказалось очень многим. Король Швеции Карл XII несколько раз громит польскую армию. Центральная власть Речи Посполитой резко ослабевает, и в правебережную Украине вспыхивает очередное восстание, во главе которого встает полковник Семен Палей. Там было много событий, но если описывать в двух словах, то Мазепа решил, что это супер шанс. Он собрал войско и вступил на территорию Правого Берега. Но сделал это очень хитрым образом. Официально Мазепа объявил, что пришел помогать своему союзнику, польскому королю, подавлять казацкий бунт. Но при этом он начинает довольно бодро восстанавливать православные кафедры. Организует новые полки, назначает чиновников и перераспределяет землю. В общем, ведет себя в чужой стране, как настоящий гетьман. При этом формально обвинить Мазепу не в чем. Он действительно борется с восстанием, арестовывает Палия и отправляет в Кандалах в Москву. До объединения Украины остается всего один шаг. Конечно, без тайного одобрения Петра Мазепа на такой шаг не пошел бы. Но того подобное положение дел в целом устраивало. Что может быть лучше? Решить украинский вопрос в свою пользу, ослабить вечного соперника и получить готовый плацдарм для будущих войн с Турцией. Для Мазепы это было, пожалуй, самое счастливое время в жизни. Он взлетел невероятно высоко. Его заслуги сравнялись с заслугами Хмельницкого. А может и превзошли его. Ведь власть Мазепы куда больше, чем была власть Богдана. У него больше сил и больше денег. Кажется, Иван войдет в историю героем Украины. А еще 65-летний Гетьман влюбился в собственную крестницу. 16-летнюю девушку Матрёну Кочубей. У нас сохранилось несколько десятков нежных писем Мазепы к девушке. И по всему видно, что чувство его было на редкость искренним. У любви этой было несколько препятствий. Во-первых, крестница по церковным законам считалась чем-то вроде дочери. А жениться на дочерях нельзя. Есть, правда, вероятность, что уж ради Гетьмана, то церковные иерархии сделают исключение. Но тут возникла вторая проблема. Позиция семьи Кочубеев. Как вы помните, у Кочубея с Мазепой были натянутые отношения. Впрочем, тут скорее вмешались его жена, чем он сам. Ведь до этого ничто не мешало Кочубею выдать старшую дочь за племянника Гетьмана. Почему бы не выдать младшую за самого Гетьмана? Но все-таки что-то там произошло. История тут слишком темная и сложно из нашего времени понять, почему люди поступали так, а не иначе. Но зато мы знаем одно. Разгорелся страшный скандал. После того, как Матрена сбежала из дома к Мазепе. Побег явно не был запланирован. Потому что Гетьман хоть и укрыл девушку, но ненадолго. Кочубеи в это время возмущались так, что слышно было даже в Москве. Ситуация, по их словам, получалась на редкость некрасивая. Гетьман отобрал девочку у важного казака и сделал своей любовницей. Да к тому же это вообще инцест. Это ж его крестница. Какой позор. Кстати, насчет того, была она любовницей или нет, этого мы не знаем. Однако по тем временам, когда даже просто оставаться с девушкой наедине было запрещено, общее мнение было такое. Конечно, Гетьман Матрёну обесчестил. Вообще, спасаясь от скандала, который подрывал авторитет Гетьмана в условиях военного времени, Мазепе вернул дочь родителям. Но тех это почему-то не сильно обрадовало. Они утверждали, что Мазепе околдовал их дочь. Ну, иначе как объяснить, что девушка теперь непрерывно ссорилась с ними и отказывалась слушать? Удивительное, блин, дело, да? Как в дальнейшем сложилась судьба Матрёны, мы, вопреки уверенности некоторых историков, не знаем. Есть вероятность, что через два года ее выдали замуж. А может быть, не ее, а ее сестру. В общем, это тайна, покрытая мраком. А у Мазепы возникли куда более серьезные проблемы. Хотя, что может быть серьезнее любви? В общем, для польского короля Августа настали черные дни. Речь Посполитая уже несколько лет расползалась в анархии. В правобережной Украине стоит Мазепа. Польские магнаты внутри страны объединились в две конфедерации и воюют друг с другом. Одна часть выступает за Августа, а другая за его конкурента и протеже шведского короля Станислава Лещинского. Хрупкий статус-кво, в конце концов, разрушает Карл XII. Он вторгается в Саксонию и под угрозой утраты абсолютно всего, Август на тайных переговорах соглашается на сепаратный мир со Швецией. И передает трон Лещинскому. Самое смешное, что после этого, уже официально признав поражение, Август умудряется вступить в сражение с шведами и даже победить. Дело было так. Сподвижник Петра, князь Меньшиков с русскими войсками, ничего не знал о тайных переговорах Августа и Карла. И действовал по заранее согласованному плану. Его армия соединилась с поляками под Люблином. В этой ситуации бывший король как-то постеснялся говорить, мол, чуваки, я вообще-то уже все, это не моя война, всем пис. Но, может, не постеснялся, а побоялся в окружении казаков и русских офицеров. К тому же Меньшиков Августу явно не доверял и держал под постоянным контролем. В итоге союзники вместе разбили шведов. Не ожидавший такого вероломства от поляков, Карл XII рассверепел и опубликовал текст соглашения с Августом. После чего тот предпочел по-быстрому уехать в Саксонию, а Россия и Гетьманщина остались одни против шведов. Против, наверное, лучшей европейской армии того времени. Вся Европа, Украина и даже Россия считали, что в открытом бою шведов не победить. Единственным шансом было воспользоваться необъятными просторами своей страны. Петр I придумал невероятный план. На протяжении 200 верст от Пскова через Смоленск и до Гетьманщины предписывалось выжечь землю. Заготовить в лесах укрытия, где смогли спрятаться крестьяне и запасти ямы с зерном. Крупные города Москва, Смоленск, Новгород, Псков и другие превращались в крепости. Въезд в них разрешался только тем, кто умел владеть оружием. Церковные колокола переплавлялись в пушки. Выстраивалась непрерывная линия укреплений. В общем, вся страна мобилизовалась и готовилась к отражению атаки. Но это Петр мог так поступить. Этот царь вообще не считался с людьми и потерями. К концу его правления на содержание армии тратилось 80% от всех доходов. Загнанные в жесточайшие условия крестьяне, по сути, только и делали, что работали на войну. Для Петра, кроме этой цели, другой и не было. А вот в Гетьманщине, с ее широкой, несмотря на все усилия Мазепы, децентрализацией, такое было невыносимо. Что он вообще должен был сделать по мысли Петра? Эээ, разорить свои земли на 200 верст? И кто бы дал ему это сделать? Десятилетиями Мазепа аккуратно собирал Украину. А теперь он же сам, своими руками, должен был ее уничтожить? Гетьман не стал выполнять приказ царя и сжечь Гетьманщину, чем ее и погубил, как и свою репутацию. Но, впрочем, давайте по порядку. К этому времени Мазепа уже довольно давно выступил в осторожные переговоры со сторонниками нового польского короля Лещинского. Типа, как бы нам аккуратно так разрулить сложившуюся ситуацию. Новый король увидел в этом шанс вернуть Гетьманщину под контроль Речи Посполитой. И стал обхаживать старого Гетьмана со всех сторон. Мазепа полякам не доверял. Вообще, он был о них немногим лучшего мнения, чем о запорожцах. Поэтому ни в какие обещания не верил. Хотя обещали ему очень много. Чуть ли не все территории бывшего великого княжества Литовского. Аж до Полоцка. При условии, что казаки Гетьманщины перейдут на сторону шведов и разрешат католическим панам вернуться на правобережную Украину. Впрочем, с таким же успехом ему могли бы пообещать небо в алмазах. Основная проблема была не в том, что Мазепа польстился на щедрое предложение. А в том, что Мазепа, как и все прочие, не верил в победу Петра. Посудите сами. Карл по очереди размазал всех своих противников без особых проблем. Если бы тогда букмекеры принимали ставки, то на русское царство они бы принимали бы с коэффициентом 1 к 100. А Мазепа еще ни разу в жизни не оставался на стороне проигравшего. Но несмотря на все это, старый Гетьманн очень сильно колебался и без конца советовался со своим ближним кругом. До тех пор, пока Карл XII не решил ситуацию за него. Когда шведы уперлись лбом в выжженную Петром землю русского царства, армия короля повернула на юг. Тогда Мазепа и произнес свою знаменитую фразу. «Черт его сюда несет». Среди историков нет единого мнения о том, что именно и в каком порядке там происходило. Все эти тайные переговоры, предательства и обещания. Но представляется очень уж сомнительным, чтобы Мазепа с радостью пригласил шведского короля устроить пожарящие сражения на территории своей любимой Гетьманщины. У Карла там в любой момент был только один путь – через неразоренные земли Украины. В противном случае ему пришлось бы переться на Москву через выжженную пустошь. А это означало испытать на себе все прелести крымских походов Голицына с тем же позорным результатом. В общем, получилось так, что пытаясь сохранить Украину от указа Петра, он сам распахнул двери перед шведами. Мазепа попытался призвать на помощь царя и напомнил про коломакские статьи, которые хоть и были тяжелым бременем на шее Гетьманщины, но все-таки там был пункт, что русское царство обязано ее защищать от внешнего вторжения. Но Петр не торопился спешить на помощь, что в общем-то логично. Он собирался выманивать противника и истощать его силы, а не сражаться с ним на границах в чистом поле. Ну и как бы Петр не постеснялся выжечь русские земли. Какое ему вообще было дело до земель Украины? Но надо сказать, что при этом царь до последнего продолжал верить в Мазепу. Ведь это был старый друг, который немало поспособствовал тому, чтобы молодой Петр взошел на трон. Человек, который был активным союзником всех его начинаний. Доносы на Мазепу сыпались постоянно вот уже больше 20 лет. А Гетьман оставался неизменно верным и продолжал крепко держаться за свое место. Кстати, буквально только что очередной донос на Мазепу поступил от его генерального писаря. Василия Кочубея. Да, того самого. Старого врага, с кем Гетьман безуспешно пытался породниться. Что заставило Кочубея написать эту кляузу? Ну, действительно ли он что-то знал о реальных планах Мазепы или его донос был такой же липой, как и все остальные? Все это до конца неизвестно. Тем не менее, Петр и в этот раз выразил полное доверие к Гетьману. Настолько полное, что даже арестовал Кочубея. Обвинил его в попытке внести раздор между ним и верным союзником. А потом казнил. Но Мазепа тем временем все больше колебался. С одной стороны, начали бунтовать его же собственные полки, которые весьма предсказуемо отказывались превращать Украину в выжженную пустыню и заявили, что лучше погибнут на границах в честном бою. С другой стороны, из ставки Петра Первого настойчиво просили Гетьмана все-таки выполнить приказ. Потом, в какой-то момент, тональность писем изменилась. Теперь от Мазепы потребовали явиться к царю лично, чтобы согласовать план дальнейших действий. И вот только теперь, буквально припертый к стенке, Гетьман решился на отчаянный шаг. Он послал Карлу письмо без подписей и печати, с невероятной просьбой. Принять его и всю Гетьманщину под протекцию шведской короны. Но это было буквально Филькина грамота. Первый реальный договор с Карлом был заключен вообще через полгода, следующей весной. Обычно расчетливые предатели так себя не ведут. А значит, это еще один аргумент в пользу того, что для Мазепы предательство Петра не было хорошо обдуманным шагом. А хуже всего то, что у него просто не было плана действий. Мазепа перешел на сторону Карла только со своим ближним кругом. Это решение ни с кем другим не обсуждалось. Просто в какой-то момент другие высокопоставленные казаки получили от Гетьмана бумагу. Где тот требовал от них явиться в ставку шведского короля и принять новые условия существования Гетьманщины. Для многих это было настоящим шоком. Конечно, не сказать, что казаки были в восторге от Петра и его офигительного проекта по сжиганию Украины. Для спасения родной земли они были готовы сражаться со шведами за каждый хутор. Но вот переходить на их сторону... Короче, на требованиям Азепы явиться в ставку к Карлу мало кто откликнулся. Это уже была большая проблема. Впрочем, худшее ждало впереди. Петр, который явно не ожидал предательства от верного Гетьмана, пришел в бешенство и устроил по всей Гетьманщине активную пропагандистскую кампанию. В города и полки рассылался манифест, что Мазепа всех предал, что он теперь больше не Гетьман, а вся казацкая верхушка должна срочно явиться к Петру для выборов нового Гетьмана. Соответственно, кто не придет, участвовать в конкурсе на такой знатный куш не сможет. Это для казаков звучало куда как убедительнее предложения Мазепы. А потом в кратчайшие сроки по направлению к резиденции Мазепы в Батурине выдвинулись полки Меньшикова. В столице Гетьманщины находились большие склады, запасы продовольствия и много чего еще, что было нужно наступающей шведской армии. Последующие события вошли в историю как батуринская резня и до сих пор вызывают жаркие споры. Причем, что удивительно, даже спокойные и трезвые исследователи, когда речь заходит об этом событии, внезапно теряют спокойствие и способность к анализу. Давайте сначала факты, которые у нас действительно есть. Батурин защищала 8 тысяч казаков. Меньшиков попытался было провести переговоры, но он очень торопился. Нужно было уничтожить все запасы до похода шведов. Как только гарнизон отказался капитулировать, Меньшиков отдал приказ о штурме. Город был взят. Главную роль в этом сыграло еще одно предательство. Казак Иван Нос показал русским войскам тайный подземный ход. В этом сражении, по некоторым сведениям, до самого конца сражалась только личная гвардия Мазепы. А другие казаки предпочитали сдаваться. После успешного штурма началась резня, в которой погибла весьма внушительная часть населения города. Это факты. А дальше я покажу на примере замечательного исследователя Сергея Павленко, как люди теряют объективность. Прежде всего, Павленко действительно интересный и уважаемый историк. Но все мы просто люди. От этого никуда не деться. В свое время Павленко ввязался в полемику вокруг батуринской резни. И крайне интересно проследить за его идеями. В качестве контраргумента часто выдвигается похожая история похода Гетьмана Сагайдачного и разорения Южной Руси. Которое произошло примерно за 100 лет до событий в Батурине. Типа, ну камон. Да, убивать и разорять города это мерзко и отвратительно. Но, будем откровенны, это то, что происходило в те времена весьма часто. Колесование, четвертование и прочие радости жизни. Опять же, во времена похода Сагайдачного казаки Гетьманщины с точно такой же радостью, как и солдаты Меншикова, разоряли города. И что-то на этом фоне никто не кричит о каком-то особом зверстве казаков и не ставит памятников кровавым расправам. Так почему же в случае с Меншиковым Рисню в Батурине нужно считать каким-то особо жестоким поступком? Павленко отвечает на это так. Следите за руками. С одной стороны, он берет настоящую историческую запись, в которой буквально сказано, что после взятия казаками Сагайдачного какого-то города, многие были повырезаны. Павленко говорит, окей, запоминаем это. Потом он берет другую настоящую запись, в которой написано, что при взятии того же города многие бежали. Из этого он делает логичный вывод. Ну не могут же одновременно многие бежать и многие быть убитыми. У страха глаза велики, а значит в реальности убийства не были массовыми. Здесь, в общем-то, сложно спорить. Но после этого Павленко пытается рассмотреть батуринскую резню. Он берет одно свидетельство и говорит, вот смотрите, тут написано. Были перебиты многие и многие. И все. На этом он останавливается и делает вывод, что в отличие от казаков Сагайдачного, русские звери вырезали абсолютно все население Батурина. При этом Павленко нарушает собственный подход и не берет в расчет другие источники. Например, на следующий год новому гетьману поступило прошение от жителей разоренного Батурина с просьбой разрешить им снова заселить город. Казалось бы, можно было бы сделать логичный вывод, что раз многие жители пришли и попросили снова дать им возможность вернуться в родной Батурин, то, видимо, Меньшиков вырезал не всех. Но Павленко просто игнорирует эти события. Что ж, со всяким бывает. Но давайте вернемся в Батурин. То, что сам город был сожжен, это понятно и логично. Если бы Карл остановился бы здесь на зимовку, его войска действительно бы набрались сил и были бы готовы к дальнейшим походам. Однако при всем при этом убивать жителей вообще не обязательно. Массовое или не массовое, но это была резня. И Меньшикова отнюдь не оправдывают ни обычаи войны, ни то, что до него казаки Сагайдачного творили, в общем-то, то же самое. С каких это пор преступления других людей дают тебе карт-бланш? Амазепа в это время терпел удар за ударом и совершал ошибку за ошибкой. Он даже не выпустил собственный манифест с обращением к простым казакам. Неподготовленная почва сгубила все его благородные желания по защите родной земли. За ним не пошла подавляющая часть казацкой старшины. Да что там говорить, Детьман умудрился даже продолбать собственную казну. Охрану, которая сторожила имущество казаков, банально подкупили. А потом расплатились с ними частью серебра, которое только что украли. И, наконец, самое страшное. В условиях очень суровой зимы шведы повели себя в Украине точно так же, как и любая другая армия на чужой земле. Они начали тащить все, что не было прибито гвоздями, насиловать, грабить и убивать. Города-гетьманщины отказывались открывать ворота Мазепе с шведским королем. И потому, после кровавого штурма, Карл отдавал города на разграбление своим солдатам. Мнение Мазепы при этом учитывать никто не собирался. Батуринская резня повторялась снова и снова, пусть и в меньшем масштабе, но зато в куда большем количестве. Вскоре против шведов восстала едва ли не вся Украина. А освободившаяся от власти Мазепы старшина тут же радостно избрала нового Гетьмана. И им стал Иван Скоропадский, далекий предок Павла Скоропадского, генерала имперской армии и Гетьмана Украины начала 20 века. Так какой вывод следует из этих событий? Кто такой Мазепа? Герой или предатель? Ну, отвечайте на этот вопрос сами. В любом случае, Гетьман действовал абсолютно в духе времени. Если бы Карл победил под Полтавой, то вполне возможно, что Мазепа был бы тем человеком, кому реально удалось бы объединить Украину. Но для этого нужно было, чтобы за ним пошла вся Гетьманщина, а не только ближнее окружение и несколько тысяч верных казаков. За интригами и нерешительными размышлениями Мазепа упустил главное. По сути, так, сейчас прозвучит странная мысль, но тем не менее. Измена Мазепы в том виде, в котором она произошла, в общем-то обеспечила победу Петру. Большая часть старшины осталась с русским царем, а это сохранило ему верность простых казаков. Что, в свою очередь, вызвало жестокость шведов к украинскому населению, привело к партизанской войне и еще больше пополнило ряды армии Петра. А Карл, наоборот, растерял силы. К тому же Петр продолжал активную информационную кампанию. Подчиненная Москве церковь, спасибо Мазепе за это подчинение, придала Гетьмана вечной анафеме. После чего Мазепа был торжественно казнен. Ну, то есть, как казнен. Вместо него сделали чучело, символически сорвали с него орден Андрея Первозванного, а взамен выдали специально учрежденный орден Иуды. И потом чучелу отрубили голову. Но это был еще не конец истории. Напоследок Мазепа косвенно умудрился отомстить ненавистной запорожской сече. После своего перехода к Карлу, Мазепа обратился к запорожцам с предложением последовать его примеру. Запорожцы были достаточно лихими чуваками, чтобы впрячься в это дело. Но кроме лихости, тут были и прагматичные соображения. Вы же, надеюсь, помните, что в Запорожье к этому моменту царили странные порядки. Когда потомственным грабителям после мирного договора с турками запретили грабить. За выполнением этого правила тщательно следили и даже наказывали запорожцев, когда они разорили турецких купцов. Это, кстати, сделал сам Мазепа. Но сейчас вроде как все поменялось, а шведский король обещает за помощь восстановить старые порядки и возможность грабить кого захочется. На таких условиях атаман Гордиенко согласился выступить на стороне Карла. Сразу после этого заволновались казачьи полки гетьманщины, которые были ближе всех к сече, потому что там всегда было сильное влияние запорожцев. Тогда Петр I, видимо, решил повторить то, что уже обеспечило ему успех – батуринскую резню. И он отправил на сечь три полка, чтобы разорить гнездо бунтовщиков и изменников. Вечная мечта Мазепы была наконец-то исполнена. Запорожскую сечь уничтожили. Но я что-то сомневаюсь, что гетьман был этому рад. А после произошли известные события – битва под Полтавой, капитуляция оставшейся королевской армии и бесславное бегство Мазепы и Карла в Османскую империю. Кстати, в Полтавской битве казаки участие не принимали, что с одной, что с другой стороны. Иван Мазепа умер в конце сентября 1709 года в Бендерах, где ему были организованы пышные похороны. Вот так и закончилась история самого славного и сильного гетьмана со времен Богдана Хмельницкого. Гетьмана, который чуть было не объединил Украину, но остановился на самом краю и совершил роковую для себя и для гетьманщины ошибку. До этого план по объединению, в общем-то, выполнялся, вплоть до наступления Карла. Но теперь Петр принял решение свернуть все остатки вольной лавочки. За гетьманом устанавливался строгий надзор. Запорожская сечь была уничтожена. Разделение Украины закрепилось под Днепру, что на столетие вперед определило симпатии и антипатии ее жителей. Что ж, вот такой вот получился длинный и подробный рассказ. Надеюсь, у меня удалось разложить по полочкам все события, и у вас в голове сложилась ясная картина этих далеких и сложных событий. Мне кажется, эта история прям наглядная иллюстрация к невероятной противоречивости моральных оценок, когда то, становишься ты героем или предателем, определяется буквально чуть ли не случайным образом. Вот скажите, если бы Мазепа остался верен Петру, сжег бы собственные земли и помог ему разгромить шведов? Кем бы он остался в истории? Великим гетьманом и борцом за свободу? Или подсосом у имперского оккупанта, который ради власти не пожалел родной земли? Даже несмотря на все свои предыдущие заслуги? А если бы и это не помогло победить Карла? В общем, слишком много здесь, если бы. Но история такая, какая она есть. В этом ее прелесть и неоднозначность. Еще я прошу вас обязательно подписаться на наш телеграм. Там мы часто пишем свои мысли по поводу актуальных мировых событий. А тем, кому интересно поближе со мной пообщаться, то подписывайтесь на второй канал, где я практически каждую неделю делаю стримы. Ну и, конечно, мы будем рады вашей поддержке на Патреоне, Бусти и прямо тут на Ютюбе. Да, недавно я смог подключить функцию спонсорства. Так что присоединяйтесь. А на этом все. Спасибо всем за просмотр. Отдельно хочу напомнить, что специально, чтобы этот ролик получился максимально качественным, как по содержанию, так и по картинке, мы собирали дополнительные донаты. Так что говорю прям отдельное большое спасибо вот этим людям, которые нашли возможность поддержать выход ролика про Мазепу. Ну и, как обычно, поблагодарю тех, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей, Крэйзи Кет, Алексия Суиз, Роксоланна, Анна Макунина, What Remains of Me, Степан Бандера, Политический цирк, Юлия Вильянин, Денис Романов, Ада Бравнен, Душный Дэн, Владимир Тихарь, Игорь Навотный, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще вот эти вот замечательные люди. Наконец-то мы закончили. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok